Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сёстры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование послания святого апостола Павла к римлянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим восьмую главу. Итак, пишет апостол Павел, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вот мы продолжали. Седьмая глава апостола Павел постепенно подводит понимание превосходства благодати, но не противопоставления, по слову святителя Анатолуста. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть, теперь он переходит к этой теме, что есть закон греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего, в подобие плоти греховной, в жертву за грехи и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Что пишет по этому поводу святителя Анатолуста? Борьба с грехом по крещению. Цитата. Поскольку аргументы Павла противоречило то, что многие грешат, и после крещения он спешит сказать об этом. И говорит, не просто тем, кто во Христе, но тем, кто живет во Христе, или как-то другой перевод, приводится для Анатолуста, ходящим не по плоти, показывая, что предь все происходит от нашего нерадения. Вот причина нерадения, то есть нежелания. Ибо сейчас возможно ходить не по плоти, а тогда было трудно. Конец цитаты. Действительно, здесь апостол Павел начинает говорить о той благодати и жертве Христовой, которая теперь помогает нам осуществить заповедь любви в своей жизни. «Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Кирилл Александрийский пишет по этому поводу цитата. «Для точного прояснения содержащихся здесь понятий необходимо сказать следующее. Как плотский помысел Павел называет законом греха и смерти, отсылая нас ко всяким видам порока, так и духовную волю, то есть склонность разума ко благу, он именует законом духа жизни». Конец цитаты. Кирилл Александрийский. Пожалуйста, учитель церкви Тертулиан пишет, толкование на третий стих. «Бог послал сына своего в подобие плоти греховной». Да, он здесь развеивает эти понятия, подобия. «Есть его плоть не была иллюзией, и это его трактат против Маркиона и против некоторых гностиков и манихеев, которые говорили о том, что Христос явился призрачно». Вот он пишет, цитата. «Если отец послал сына в подобие плоти греховной, то по одному этому нельзя сказать, что его видимая плоть была нереальна. Для того он, Христос, был послан в подобие плоти греховной, чтобы собой искупить такую же падшую плоть. «Речь идет о теле, подобном греховному, в котором, однако, не было самого греха». Гоня цитата. То, что впоследствии апостол Павел скажет в послании к евреям. «Он был подобен нам во всем, кроме греха». И то, что мы с вами слышим на водосвятном молебне, как, может, искушаем был, может, и искушаем им помощи. «Был подобен во всем, кроме греха». Чтобы оправдание закона, как мы прочитали в четвертый стих, исполнилось нас, живущих, не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помните, мы сказали еще в седьмом стихе, в седьмой главе «Кому даем мы место жить?» То есть, каким помыслом? Кто там у нас ночует в нашей душе? Днем, ночью. Кому мы там даем свободную почву? Если увлекаемся этим помыслом, то человек не может не мыслить. В этом смысле и есть призыв о том, что необходимо пребывать, как апостол Павел говорит, пребывайте постоянно в молитве, в чтении, в бдении. Что значит в чтении, в священном писании, в бдении? Что значит наблюдая за собой? Сейчас бывает так, что мы наблюдаем за другими, а вот за собой, да, как-то так. Времени у нас не хватает на это, потому что на другие других интереснее, да, там все им перемывать кости. Помышления плотские — суть смерти. И видите, здесь уже апостол говорит, что здесь не до смеха, да. Смерть, говорит, плотские помышления. То есть если слово Божие, оно воскрешает человека, оно обожесляет человека, обоживает человека, обоживает, да, так правильно будет, обоживает человека, то помышления плотские — суть смерти. Они отрывают человека от Бога. Потому что, помните, напоминаю, есть смерть первая, есть смерть вторая. Смерть первая — душа отделится. Ну а там, если она здесь привыкла отделяться от Бога различными вожделениями и похотями, то кто в этом виноват? Если там, когда человек умрет, и отделится его ум, чувство и воля, которые только услаждались похоти, по похоти, плоти и гордостью житейскую, на кого обижаться тогда? На самого себя? Что, как говорится, что человек стяжал, вот поэтому преподобный Серафим и говорит, стяжайте Дух Свят. Как его стяжать? В своих мыслях, в своих чувствах. Откуда его стяжать? Где этот источник стяжания? Как мы говорим, где источник заработка? Там-то. А источник стяжания, вот он, Церковь Божия, Таинство Христово. Вот чему уделять первостепенное время и главное время. У нас немножко, скажем так, сбит прицел, да, вектор. Потому что для нас, как бы, вот всегда говорю, что мы, к сожалению, начинаем превращаться в таких христиан воскресного дня. Вот в воскресенье мы христиане, а все остальные дни вот так себе пуглять вышли, как прочие люди. Это вот надо, да, это постоянно себе напоминать и приводить на ум. Так что, с чем я сейчас занимаюсь? Стоп, какой сериал? Есть же возможность почитать Священное Писание или открыть, например, экзегет.ру и посмотреть какие-то, да, толкования на Священное Писание, пожалуйста. Почему нет? Если я что-то недопонимаю, или взять Отцов Церкви, почитать прямо у них, блаженную фифилакту Болгарского, открыть. Самое доступное толкование, пожалуйста. Все есть. Поэтому, говорит, помышления плотские откуда они берутся? Вот в чем вопрос. А это смерть. А помышления духовные, жизнь и мир. Вот что предлагает Христос. Он говорит, мир даю вам. И жизнь он сам есть. Он говорит, я есть путь истинной жизни. И мир дает. Не так, как дает этот мир. Потому что плотские помышления, суть вражда против Бога. Слышите? Вражда против Бога. Кто враждует против Бога? Правильно. Дьявол. Сатана. Поэтому с кем мы? С Богом? Или с тем, который враждует против Бога? Есть над чем снова подумать. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут покориться противники. Поэтому мы видим, что у нас как-то христианская жизнь не строится. А мы ее строим. Вот если дом, например, мы берем, что-то там, дачу у себя хотим построить, или что-нибудь еще такое. Какое-то строительство. Я когда-нибудь кто-нибудь в жизни хоть мелким каким-нибудь, ну, занимался. Мы же выбираем лучшие материалы. Крепкие стараемся выбрать материалы. Чтобы они были цена-качество соответствовали. Мы все это проверяем, в интернете лазим там, да. Чтобы там найти, где подъезжать. Не так уж дорого, но чтобы все-таки качественно. Так ведь? Ну, чтобы не рухнуло на следующий день. Почему же к строительству, домостроительству своей вечной жизни мы так относимся спустя рукава? Ведь что человек посеет, то он и пожнет. Что мы сеем внутрь своего разума, своих чувств? Поэтому так вопросов здесь продолжает. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только дух Божий живет у вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. Слышите? Духа Христова кто не имеет, тот и не его. Тот и не христианин, по сути. Может быть, по названию, а по сути точно не христианин. А если Христос у вас, то тело мертво для греха. Но дух жив для праведности. А как Христос может быть в нас? Через покаяние, через таинство, через чтение Слова Божия, через упражнение в чтении Священного Писания Отца в Церкви. Нет другого пути. Мы это слышим очень часто. Вот то, что сейчас говорится, слышим постоянно. Мы как упрямые дети, о которых говорил Христос. Мы пели плачевные песни, вы не плакали. Играли на свирели, вы не плясали. То есть мы всегда ищем кого-то виноватыми в том, что у нас нет времени. Слушайте, а разве мы не распоряжаемся своими своим временем? Разве мы не можем сделать так, чтобы оно было? Можем. Значит, опять все зависит от нас. А если Христос у вас, то тело мертвого. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых, видите, речь-то идет о самом важном. Из мертвых Иисуса живет у вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Заметьте, воскресит ваши тела, сказано, и теперь пауза Духом Святым. Снова пауза и внимание живущим в вас. А живет он в нас? Есть условие одно. Воскресение из мертвых, чтобы пребывать со Христом. Чтобы Дух Христов жил в нас, сказано, живущий в вас. А как его? Поселить в нас. Точно так же, как мы разместили, уже сделали комфортабельную гостиницу для похоти или вожделенных мыслей. Они там болтаются, у них там пищи столько. Там чего только нет. Как у этого, вспоминают его всегда, поэта-то современного, который прыгает на сцене «Мои мысли, мои скакуны». О, не поймаешь. Туда поскакал, это туда поскакал. Вроде на службе стою. Они скачут в разные стороны, куда какие хотят. Сосредоточиться, внимание по отношению к себе. Есть ли Дух Божий, живущий в нас? Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Слышите? Что вы так живете по плотским похотям, как будто вы действительно заняли у нее какую-то сумму и теперь вот отдаете, работаете там в мыслях ей. Не должники, говорит апостол. Апостол Павел. Не должники, что должны жить по плоти. И вы, если живете по плоти, то умрете. Снова предупреждает. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Видите, как их можно преодолеть? Духом, говорит, умерщвляете. Духом. Сыртель Анзелатоуст пишет по этому поводу. Дает толкование. Итак, братья, мы не должны, не должники плоти. Смотрите, цитата. Поскольку Павел сказал, что мы не должники плоти, он, чтобы ты вновь не отнес сказанное к природе плоти, не остановился, но прибавил, чтобы жить по плоти. Ведь мы, многие, ей должны питать ее, греть, давать ей отдых, лечить от болезней, одевать и оказывать множество других услуг. Посему, чтобы ты не подумал, будто он отрицает это служение, то есть, что мы не должны никак не заботиться о том, что он говорит о том, что тела ваша суть, храм, дух святая, другому посланию апостолу Павел скажет. Он говорит, не об этом речь. Есть надо? Ну, конечно, надо. Одеться надо? Ну, конечно, не достигли. Мы еще такой святости, да, великих старцев, да, что вот надо, это надо достичь. Это надо, да, все надо. Лечить надо, заболел, надо. Но смотрите, что пишет он, говорит, не об этом речь. Посему, чтобы ты не подумал, будто он отрицает это служение, сказав, мы не должники плоти. Он истолковал это, говоря, чтобы жить по плоти, то есть, призвав не заботиться о плоти. Он не остановился, но прибавил в похоти. Похоти, так есть. И здесь он наставляет относительно того, что пусть плоть получает по печенье, ведь мы должны ей это, но не будем жить по плоти, то есть, не будем делать ее госпожой нашей жизни. Очень важно. Госпожой нашей жизни, да. По печенье о плоти, как скажет апостол Павел в другом месте, помните, не превращайте в похоти. Вот. «Ибо необходимо, чтобы она следовала, а не предводительствовала и не определяла нашу жизнь, но принимала законы духа». О, конец цитаты. Все верно. Насколько, ну как верно, кто бы говорил, да, у свидетельства доуста было бы и неверно, но настолько просто четко, понятно, ясно, все понятно. Нельзя давать, чтобы плоть руководила разумом, да, чтобы чувства преодолевали осмысление божественного закона. Очень опасно. Впереди себя ставить чувства. Ум, как преподобный Серафим Саровский говорил, умом в сердце стоять, осмыслить сначала, как, а потом уже да. А то чувства, они часто переходят в эмоции. Но эмоции не всегда хороший советчик. Особенно, когда есть какая-то гневливость или вспыльчивость. Поэтому так. Эмоции проходят, как эта жизнь продолжается. Поэтому эмоциями руководствоваться не совсем хорошо. Духом Божиим. Далее мы читаем с вами следующее. Потому вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, который мы называем Ава-Отче. Он говорит, что духа усыновления. Он как бы возвращается снова, то, с чего начал и в седьмой главе, что не требуется просто отречения. И теперь, раз мы отреклись от закона, оторвались от него, то остались какими-то сиротами. Нет, он говорит. Благодать нам дает с большей дерзновенностью взывать Ава-Отче. Теперь мы Бога называем отцом своим. Чего себе. Отец. А сына Божия называем спасителем, Христом. И называемся его именем христиане. И далее пишет. А если дети, то и наследники. Вот теперь что обещает. Получим наследство. Наследники Божии, наследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Очень важные стихи. Апостол Павел пишет здесь страдаем. Что специально искать страданий? Нет. Между прочим, это порицается. И в «Намаканоне», и в «Кормчей книге» есть несколько текстов можно найти и посмотреть. Что если человек специально ищет каких-то страданий и сам нарывается на них, это считается грехом. И человек такой должен получить эпатемию. Не об этом идет речь. Страдание имеется в виду, что если придется пострадать, то не отвергаться этого. Как сказано, сам креста не ищи, а нашел у тебя крест, тащи. Помните, как по этому поводу, что не искать самостраданий, но если они уже пришли, то претерпевать. Святитель Тихон, патриарх московский, у него же была возможность тогда, когда ему начались угрозы уже, и когда его и отравить, и в тюрьму уже брали, и керейника, когда его избили. То ему предложили, что вся возможность была уехать за границу. И оттуда править церковью, ну, в общем-то, благородную все, безопасность, патриарх сохранить. Потому что неизвестно, что было ожидать от этих красных дьяволят. Поэтому, а что сказал патриарх? Он сказал, что с креста не сходят, а с креста снимают. Поэтому так. Если действительно Господь послал крест, то от него уже бегать не надо, но самому страдания искать нельзя. Но для тех христиан, для римлян, это было очень важно. Потому что страдания и опасность их жизни здесь на земле преследовали их каждый день и каждый час. Они жили в языческом Риме. «Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас», апостол Павел утешает их. «Ибо тварь с надеждой ожидает все творение, откровение сынов Божих, потому что творение тварь покорило в суете недобровольно, но по воле покорившая ее в надежде, что и сама тварь, само творение освобождена будет от рабства, тлению и свободу славы детей Божих». Между прочим, да, и дальше. «Ибо знаем, что все творения в совокупности на этой мучеств до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стинаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Здесь апостол Павел говорит о очень важном. Он говорит о том, что человек был призван и сотворен для того, лучше сказать так, сотворен для того Богом и призван для того, чтобы обожить свою природу постепенным возрастанием в Боге. В этом было понятие образа и подобие Божия. И как творение Божие человек должен был и обожить все творение, привести к совершенству в Боге. Но произошло отпадение человека от Бога. И поэтому здесь апостол Павел говорит, что все творение стинает. «Но то, что Бог, то есть то, о чем промысел Божий был, Бог промысел Божий свой не отменяет. Несмотря на то, что человек пал и все творение отпало от человека, как мир животный, так и мир растительный, но он отпал не по своей воле, потому что нет воли у растительного и животного мира, а в результате отпадения человека, который не выполнил то, что Бог ему дал, который не выполнил поручение Божие, скажем так, или намерение Божие. Но это исправится. Где? Жизнь будущего века. Человек, обожившись, приведет и в состояние обожжения все творение в жизни будущего века. Может ли в этой жизни? Ну, к обожению в полном смысле слова привести не может. Но если человек и человечество будет прибегать к благодати Божией, то хищнического отношения к животному и растительному миру я так думаю, намного уменьшится. Потому что то расхитительное отношение, которое есть сегодня, это результат того, что ум человека не просвещен благодатью Божией. Человек до конца не понимает, зачем он живет. До конца не понимает. И без благодати Божией это понять невозможно. Поэтому так. Поэтому апостол Павел так и пишет, что мы имеем эту надежду, а надежда не постыжает, что все творение вернется в гармонию с Богом в жизни будущего века. Ибо мы спасены в надежде, говорит. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему надеяться? Действительно. Он говорит о том, что не требуете каких-то доказательств. Надежда, которая не постыжает. Надежда на кого? На Бога. А если Бог что-то обещал, Он не изменяет своим обещаниям. Он говорит о себе, я Господь, и я не изменяюсь. Но когда надеемся, но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас с воздыханием неизреченным. Испытающийся сердца знает, какая мысль Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Вот что по этому поводу пишет святый Леон Златоуст и Амрусим Диоланский есть цитата «Ходатайство Духа, чтобы не было здесь никакой путаницы, пишет, заметь, что речь идет не об утешителе, не об утешителе, то есть о Духе Святом, но о духовном сердце, то есть Дух, который человек стяжал внутрь себя, благодати. Потому что если бы это было не так, нужно было бы сказать «испытующий Духа», но чтобы ты знал, что говорится о духовном человеке, имеющем дар молитвы, он прибавил «испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа», то есть у духовного человека, потому что тот умоляет Бога за святых. Ибо говорит апостол, какой человек не извещает Бога о том, чего он не знает. Но это происходит, чтобы мы научились молиться о том, что следует, и просить у Бога то, что ему угодно. «Поэтому молившийся и был услышан, что молитва была согласна с волей Божией». Конец цитаты. Все просто. Поэтому молитва, которой, когда ученики попросили Христа, научи нас Господи молиться, он сказал, молитесь так, Отче наш, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Блаженный Феофилакт пишет об этом следующая цитата. «Духом Павел здесь называет не ипостась Духа, тоже соглашается, тоже, что и пишет святитель Иоанн Златоуст, но благодать, данную верующим. Ибо побуждаемую ею мы возгораемся, приходим в сокрушение, усерднее молимся и молчаливыми стенаниями умоляем Спасителя Бога». А это божественно апостол написал из того, что сам испытал. Ибо и он просил избавления от ускушения и не раз, и не два, но трижды, и не получил просимого. Он услышал в ответ, «Довольно для Тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи». Но когда Павел узнал об этом, он радостно принял то об избавлении, от чего молился, и сказал, «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Конец цитаты. И далее мы читаем с вами 28 стих, «Притом знаем, что любящий Бога, признанным по Его изволению все содействует ко благу». Когда читаешь эти стихи, то невольно вспоминается книга Иова Многострадального. Мы с вами ее подробно рассматривали, где действительно пострадавший и не роптавший на Бога, хотя задававший много вопросов, которые некоторые кажутся ропотом, но ни в чем и нигде не обвинив Бога, Иов получает награду. Иероним Стридонский блаженный пишет по этому поводу. Цитата. «Когда Иов утратил имущество и потерял своих детей, все, казалось бы, было против него. Но так, как он чтил Господа, претерпленное зло содействовало ему ко благу. Телесные недуги готовили ему небесный венец. До искушения Бог никогда не беседовал с ним». Заметьте, до искушения Бог никогда не беседовал с ним. После же искушения он явился к нему и беседовал с ним, как друг беседует с другом. Пусть постигнут нас невзгоды и всевозможные кары, лишь бы после невзгод явился нам Христос». Конец цитаты. То есть блаженный Иран Средонский подтверждает толку и растолковывает эту мысль апостола Павла, мы готовы претерпеть все ради Христа, чтобы только встретиться с ним в вечности и быть с ним всегда. И далее, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопредил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Что сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божих, кто оправдает их? Кто осуждает, Христос умер, Христос Иисус умер, но и воскрес? Он и одесну Бога, он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией, скорбь, или теснота, или гонение, или голод, нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умышляют нас, всякий день считают нас за овец, обреченных на заклане, но все сие преодолеваем силы возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господи нашим. Здесь есть некоторые слова, на которые нам надо обязательно рассмотреть, касающиеся того, кого Бог предопределил. И многие люди говорят, что Бог лишает свободы человека, кого-то он предопределил, может быть, к добру, а кого-то, может быть, к злу, и поэтому я не виноват, что я такой злой. Ну и самое будет, конечно, пагубное, это когда еще человек скажет звезды так сошлись, он сегодня с гороскопа вери просто процветает. Но такими цветами не очень хорошо пахнут. Итак, блаженный Феофилакт Булгарский пишет по этому поводу следующая цитата. Бог наперед знает достойных званий. Действительно так. Бог, он знает наперед. Он знает все. Мы можем сказать, что Бог чего-то не знает. Нет. Так и пишет. Бог наперед знает достойных званий. Потом предопределяет. Итак, сначала предведение, потом предопределение. Под предопределением же разумеем неизменную благую волю Бога, так как он наперед знал, что Павел достоин евангельского звания. И таким образом предопределил, то есть неизменно определил, и потому положил призвать его. То есть зная его сердце, видя его, куда он его намеревает, он предопределил, поэтому призвал его, положил это намерение. О ком он наперед знает, что достойны звания, тех делает подобный образ сына своего. Чем был единородный по естеству, то есть имеется в виду сын Божий, тем они стали по благодати, сделавшись и сынами Божьими. А первородный он между многими братьями по домостроительству, то есть Христос, ибо по божественности он есть единородный. Он воспринял плоть, соединил ею все и все цело естеством своим, стал начатком нашим, осветив в себе осужденное наше естество, и потому достойны есть первородные, а мы именуемся братьями его. Еще вот, пожалуйста, блаженный ироним. Цитата. Божий замысел в том, чтобы спасти одной верой тех, о ком он предведал что они поверят. Видите, как пишет. Но и тех, кого он даром призвал к спасению, он прославит еще более, ибо они делают много для спасения. Предопределить это тоже, что знать заранее. Предопределить это тоже, что знать заранее. Бог, предвидя, кто в жизни будет подобным образу Божию, захотел, чтобы они и в славе уподобились ему, ибо он и уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, дабы он был первородным между многими братьями, то есть первенца из мертвых славе. то есть мы видим, что предопредить значит заранее знать. Мог Бог заранее знать, конечно, но этим самым не ограничивая свободу человека. Разве ограничивал Бог, призвав, например, Валаама, помните, в Ветхом Завете? Он призвал его кем? Пророком. Пророком. А что Валаам сделал? А он начал надеяться на деньги. Он подумал, ну-ка используй я свой пророческий дар, который Бог мне дал, который меня призвал и готовым определил для пророческого служения. Заработаю немножко. Ну и что случилось с ним? Да, не удивляйтесь, кто там уже ноги сломал. Ослица придавила его к скале и голосом человеческим заговорила, камни возопьют, если подобное случится, с кем ждите определенных моментов. Поэтому нельзя использовать или Иуда возьмите в Новозаветное время. Пожалуйста, разве Бог его не избрал, разве не предузнал, как избранного, но волю он свою куда направил, возлюбил мзду неправедную и предал Христа. Предал Христа. Отпал от кого? Какое звание-то? Мы-то с вами кто? Так себе. Алтарники, в лучшем случае священнослужители, но в самом высоком епископы. А тот, кто был? Один из двенадцати. Это какая честь. Быть со Христом, рядом, ходить с Ним. Это же просто, даже когда об этом подумаешь, до конца не хватает мысли, чтобы действительно понять и осмыслить в полной мере, как-то быть рядом со Христом в земной жизни. и отпал. Разве не был призван? Был. Но он тратил свое призвание. Поэтому Бог, если кого-то призывает, но свободу воли его не решает, мы видим, что отпадение это произошло, и в этом не было воли Божьей. Почему? Потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. И у него нет произволения в том, чтобы человек отпал от него, как иуда предательством, к этому предопределить, козлу. Бог определяет, если избирает и знает своих избранных только для своего служения и для их же спасения. Поэтому неправильно будет рассуждение, что Бог определяет козлу. Тогда Бог будет зло. Тогда кто так рассуждает, могу поздравить, вы уверили в дуализм, что в Боге два начала, и зло, и доброе. Нет. Бог зло, если какое-то страдание попускает, только ради нашего исправления, как любящий родитель, наказывает свое дитя. Но не для того, чтобы его уничтожить или как-то отомстить. А для чего? Чтобы исправить. Так и Бог. Но Бог никогда не предупредляет человека козлу. Но знает человека, призывает его. Как и сказано, стучу, в дверь все стою и стучу, и кто услышит голос мой, тот отворит. Бог призывает человека только добру, желает ему спасения. И тому доказательство, не просто мои слова, и даже слова Священного Писания, а доказательство всему этому, что пришло само слово, и стало плотью, и обитало с нами, полной благодати и истины, зашло на крест, пострадало от рук человеческих, и воскресло. Это Христос, спаситель наш. Поэтому, какие могут быть еще доказательства в благой намерении Бога. Поэтому апостол здесь и заканчивает, или в благости Божией, да, это послание такими словами, что может меня отделить от любви Божьей. Ни высота, ни глубина, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ничего, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе наш. Субтитры сделал DimaTorzok